Что такое микробием кожи лица, голого человека, в чем отличие от микробиоты? Микробием кожи – сложная экосистема, состоящая из микроорганизмов, населяющих ее поверхность. Термин «микробием» стал популярен, когда американский ученый Джошуа Лидерберг получил Нобелевскую премию в 2001 году. В его исследованиях он определялся совокупностью геномов всех микробов, населяющих человеческий организм, бактерий, грибов, вирусов и клещей. В свою очередь, так называемая микробиота кожи – это совокупность микроорганизмов, под которыми подразумеваются обычные клетки. Таким образом, отличие одного термина от другого заключается в том, что микробием – это микробы как хорошие, так и плохие, а микробиота – это простейшие клетки. Стоит понимать, в окружающей среде обитает множество различных микроорганизмов, которые легко переходят оттуда на кожу. Таким образом, кожный покров заселяется не только полезными и нейтральными микроорганизмами, живущими в симбиозе с клетками кожи, но и плохими патогенами. Как сообщают специалисты, микробием кожи состоит в основном из четырех типов бактерий – актинобактерий и фермикутес. Бактериодиоз и протиобактериогрибов, малосезия, клещей и демодекес. Иногда он также населен патогенами. В том числе золотистым стафилокопкам и стриптококками, которые, в свою очередь, могут вызывать инфекции и тем самым приводить к развитию различных кожных заболеваний. Однако стоит подчеркнуть, что микробием кожи индивидуален для каждого человека. Исследование многих ученых доказало, что только 13% микроорганизмов, рассмотренных с поверхности руки, будут идентичными у двух людей. Это доказывает, что кожа очень разнообразна с точки зрения населяющих ее микроорганизмов. Кроме того, стоит знать, что как количественный, так и состав по видам населяющих бактерий, зависят от состояния отдельных участков. Кожа, ее толщины, а также влажности и температуры. Сколько весит микробием кожи человека? Нам кажется, что бактерии, невидимые нашему глазу, имеют мизерную массу. Однако это не так. Сколько весит микробием кожи человека? Ученые подсчитали, что каждый из нас носит на себе и в себе полтора килограмма микроорганизмов. Из них половина, 750 грамм, находится на коже, самом большом органе человека. Остальная половина населяет кишечник и другие органы. В это невозможно поверить, но это действительно так. Ниже еще больше интересной информации. Читайте далее. Каковы функции естественного микробиома кожи, для чего нужно его поддерживать? Кожа – самый большой орган человеческого тела, задача которого – интегрироваться с внешней средой, а также защищать от болезнетворных микроорганизмов, которые хотят проникнуть внутрь тела. Каковы функции естественного микробиома кожи и для чего его нужно поддерживать? Он находится в постоянном контакте с микроорганизмами в окружающей среде. Кожа, благодаря своей структуре, может быть неблагоприятна для роста патогенов. К примеру, на сухой, шероховатой и часто шелушащейся поверхности меньше размножаются плохие бактерии. Кожный покров не дает проникнуть извне никаким микроорганизмам, с которыми он контактирует. Таким образом, он защищает организм от образования аномальной микрофлоры внутри. Эпидермис также включает вещества, которые защищают его от патогенов, например, жир, содержащий триглицериды и которые не только препятствуют проникновению вредных микроорганизмов, но также активируют механизмы иммунной системы, которые эффективно борются с угрозой. К сожалению, плохое состояние кожи может пагубно сказаться на организме и повлиять на рост болезнетворных бактерий. Инфекции возникают в основном из-за низкого иммунитета, когда человек получает терапию антибиотиками или когда на коже есть раны. Или инородные тела, например, занозы дыры, закрывающие круглая скобка. От чего зависит микробиом кожи, какие бактерии его населяют? Как говорилось выше, микробиом кожи зависит от многих факторов, в том числе по толщине кожи одни микроорганизмы заселяют плоские поверхности покрова и другие кожные складки и полости. Помимо разного строения, эти места отличаются еще и температурой и влажностью, что также влияет на состав микробиома. Какие бактерии его населяют? Вот ответ. На шее, лице и голове, богатых кожным салом, есть грибы рода малосезия, актинобактерия фермикутес. Влажные места в стопы и подмышки вокруг гениталий заселяют только актинобактерия фермикутес. В областях с сухой кожей появляются бактериоидиоцеператиобактерии. Состав микробиома также зависит от pH кожи. Обычно он умеренно кислый с показателями 4-4,5 воздействия УФ-излучения. Образы жизни таким образом на состав микробиома влияет не только то, что мы едим каждый день, но и ежедневный уход за кожей. Регулярная физическая активность и использование методов воздействия, к примеру, массажа. Количество и разнообразие микроорганизмов, колонизирующих кожу, также зависит от используемых лекарств, стресса, а также от возраста. Например, у пожилых людей с сухой кожей микробиом менее разнообразен. Более того, микробиом кожи женщин отличается от микробиома кожи мужчин. Он в значительной степени зависит от гормонов и конкретных периодов жизни, например, беременности или менопаузы у женщин или полового созревания у обоих полов. Это также относится к различиям внутриэтнических групп жизни на разных континентах, в другом климате, а также в промышленно развитых или неиндустриальных регионах. У малышей кожный покров населен бактериями и грибками. У детей, к примеру, трех лет больше всего микробов на коже, что, в частности, связано с развитием и физиологическими изменениями. Состав микробиома человека также зависит от генетической предрасположенности и метаболических заболеваний. Это потому, что протекающие патологии изменяют свойства эпидермиса, тем самым влияя на то, как выглядит микробиом кожи у конкретного человека. Это также приводит к функционированию иммунной системы, которая не может защитить организм от аллергии и от иммунных кожных заболеваний. На состав микробиома также влияют временные инфекции и заболевания, такие как гриб, которые вызывают изменение количества видов микроорганизмов, живущих на коже. Но после лечения все возвращается к своему прежнему составу. Микробиом кожи и болезни, что может нарушить баланс. Нормальный микробиом кожи сбалансирован как с точки зрения населяющих ее видов бактерий, так и по количеству. Что может нарушить баланс? Дисбаланс то есть. Дисбактериоз означает, что кожа большиня является таким сильным защитным барьером, что, в свою очередь, увеличивает риск кожных заболеваний. Попадание в организм патогенов, обитающих на коже, может вызвать симптомы, вызывающие дискомфорт, а также серьезные заболевания, включая кожные патологии, атопический дерматит АД и даже современные болезни, такие как различные дерматомикозы. Итак, если кожа сухая, она будет колонизирована, например, стафилококками, которые заражают людей, страдающих атопическим дерматитом АД. Исследование ученых доказало, что микробием пациентов с АД и здоровых людей отличается. В первой группе обнаруживается присутствие патогенных бактерий стафилококкуса с пипей, а также у них менее разнообразный микробием. Интересно и то, что наиболее распространенные грибки, встречающиеся на коже с группой малосезия, стимулируют выработку провоспалительных цитокинов. Они усугубляют симптомы у пациентов, страдающих атопическим дерматитом, псориазом, сиборейным дерматитом и другими видами дерматитов. Воспалительными заболеваниями Грибы также ответственны за образование, например, перхоти. Демодекоз, принадлежащий к группе клещей, может вызывать эритему на коже и розация. Микробием кожи лица, головы, как ухаживать, восстановить, какую косметику использовать. Как подчеркивают дерматологи и косметологи, вам следует тщательнее подбирать косметику и средства для ухода за кожей, так как многие из них могут нарушить баланс микробиома. Дело в том, что содержащиеся в них вещества, в основном спирт и антибактериальные вещества, удаляют с поверхности кожи необходимые бактерии и другие микроорганизмы, что в свою очередь приводит к дисбактериозу. Хотя изначально при использовании подобных средств кожа становится эластичной и менее сухой, со временем могут появиться серьезные кожные заболевания. Стоит подчеркнуть, что даже вода может быть вредной для кожи, поэтому не стоит мыть лицо, например, несколько раз в день, потому что ее щелочная реакция вызывает чрезмерный рост болезнетворных микроорганизмов. Как ухаживать? Восстановить микробиом кожи лица и головы. Советы, чтобы правильно ухаживать за микробиомом кожи, следует использовать косметику без консервантов, красителей и одушек. В основном с простыми ингредиентами. Старайтесь не использовать антибиотики, даже при лечении таких состояний, как акне. Это будет полезно для кожи. При правильном уходе она будет постепенно восстанавливаться. Применение разных средств изменяет состав микробиома, который впоследствии может быть трудно восстановить. Поэтому стоит рассмотреть все варианты прежде чем принимать решения о конкретном виде лечения и конкретных мерах. Чтобы микробиом кожи был разнообразным, стоит использовать пробиотики. Чаще всего они применяются для поддержания баланса микробиома кишечника. Однако следует помнить, что некоторые косметические средства обогащены пробиотиками, которые являются отличной средой для размножения бактерий. Видео все о микробиоме. Косметика с пробиотиками и пребиотиками. Прочитайте по теме.